Еще раз с праздником Рош-Хашана, сладкого вам Нового года в дальнейшем, и пусть Господь вас благословит, а самое важное быть готовым. Знаете, я хочу больше говорить не о еврейских традициях этого праздника, хотя они очень тоже важны, они важны, уместны, но я больше хочу говорить именно со стороны Писания и через Писание на этот праздник. И тема Иом Труа, я назвал вот это как Божий будильник, который будет нашу жизнь. Иом Труа это напоминание о том, что было и в знак того, что будет, потому что еврейские праздники, они говорили о том, что было, как напоминание, и это не заканчивается, и о том, что будет. А будет мы посмотрим по Писанию и порассуждаем. И вы знаете, это как я назвал эту тему, да, Иом Труа Божий будильник, вообще будильники очень классная, полезная вещь, правда? Они будят нас от сна. И, конечно, оно вначале кажется как-то так не совсем хорошо, то есть, ну, неприятно, когда он звенит, и ты думаешь, Боже, ну, так ты как раз такой классный сон там снился, тут надо вставать. И оно, это хорошая вещь, но она иногда первое впечатление, как бы, ну, у тебя негативное. И, конечно, желательно, чтобы эти будильники, я не знаю, как у вас, но их лучше не возле себя оставлять, а чуть-чуть подальше. Потому что, если вы возле себя оставляете, то что? Он позвенит, а ты берешь его хлопс, там, как-то треснул, а если он не перестает, то кто-то берет его там об стенку, там, поэтому важно, чтобы их оставлять немножко вдалеке от себя, потому что тебе придется встать, тебе придется проделать какой-то труд, правильно? Вот, пока ты встал, пока ты встал, прошелся, уже как-то немножко сон и проходит. Вот. Но впоследствии мы понимаем, как это здорово, потому что благодаря будильникам мы не опаздываем на какие-то важные дела и важные встречи. Потому что если мы можем опоздать, то будет не очень, не очень хорошо. Ну, это о чем-то нам тоже говорит, правда? И так же Писание говорит, что есть не только физический сон, хотя он весьма нужен и важен. Написано, что праведнику Господь дает что? Хороший сон. Ну, это немножко о другом сне. Но так же есть и духовный сон, да? И об этом предостигает нас Писание. Оно говорит, да, в Ефесянам 5 глава, 14 стихом, «Посему сказано, встань в спящий и воскресни из мертвых, и освети тебе, тебя, Мессия, да, Христос». То есть Писание говорит, что есть и духовный сон, и люди могут немножко задремать. Есть тоже хорошая притча, да, о десяти девах, которые все задремали. Вот. Но одни вошли, а другие не вошли. Поэтому есть и духовный сон, и Писание об этом говорит. Оно предупреждает, оно и предупреждает, и остерегает, чтобы, ну, народ Божий, он не находился в этом сне. Вот. И я бы хотел поговорить о таких моментах, о ветхозаветном звуком трубы и о новом заветном звуке трубы. Потому что было то, что было, и, как мы говорили, что праздники, они не только говорят о перспективе прошлого, но и о перспективе будущего. И, знаете, от начала мира, да, от начала создания мира, от Эдема все люди, все люди на земле живут в очень интересное время. И это время называется библейское. Даже библейско-пророческое время. Хотя они этого не понимают, они этого не знают, но в любом случае человек, он живет в определенное время, именно это библейское время. А особенно все верующие об этом знают, да. То есть, если человек верующий, то он, видя Писание, он понимает, что он живет в очень такое важное время, это библейское время. Потому что все события, которые происходили, есть много пророчеств, есть много уже сбывшихся пророчеств. И мы понимаем, что ожидает нас в будущем. И мы понимаем, что есть пророчества, которые уже были, есть праздники, которые... Потому что все праздники, они пророческие праздники, нам об этом говорим. И праздники есть, которые уже состоялись, сбылись, есть, которые в перспективе сбывания. Поэтому мы, все люди, они живут именно вот в это время, библейское пророческое время. И об этом говорят библейско-пророческие праздники. Вот. И первый праздник, пророческий, библейский праздник, осенний праздник, называется как? Конечно же, Росхошана. Да, глава, в переводе как глава года. Или Йом Труа, праздник труб, или день трубления. И слово Труа, оно говорит о том, чтобы мы должны подготовиться. Вот я не был готов. Но, слава Богу, по Божьей милости, это еще не был суд у Белого престола. Это просто была труба, которая нужно было ее как-то исправить. И слово Труа, это подготовиться или пробудиться. И дословно звучит как Зихрон Труа, напоминание о трубном звуке. То есть он еще как бы не прозвучал, но он скоро прозвучит. И нам нужно к этому времени подготовиться. И в Писании об этом празднике так же говорится. Это книга Левит, та же там числа, но мы прочитаем Левит, 23 глава, 23 стиха. И сказал Господь Маше, говоря, скажи сынам Израилю, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. То есть об этом празднике говорится в Священном Писании, потому что это Божий, это один из Божьих семи праздников, которые должны праздновать не только евреи, а все, кто является частью наследия и частью этого народа. И что это был за праздник? Почему его праздновали? Это день напоминания о том, что всемогущий Бог, Творец неба и земли, Он встречался со своим народом на горе Сина, и все мы это знаем, да? То есть этот праздник напоминает о том, что всемогущий Бог, Он пришел для того, чтобы встретиться, Он обратил взор на людей, которые были в Египте, в рабстве, и Он услышал их голос о том, что они спросили Бога, помоги, избавь, выведи, Боже, когда-то все закончится. И Бог услышал, и Он послал Маше, который вывел, и тут Господь, всемогущий Бог, который услышал свой народ, страдания народа, Он встречается со своим народом. И знаете, это был не просто звук трубы, это был сверхъестественный звук. Почему? Потому что, ну, трубил сам Господь. Там не трубили в шафар, там, или в трубы кто-то, там, Маше, там, или там, Араон. То есть трубил сам Господь. И это был звук сверхъестественный. И мы знаем, что Он с каждым разом усиливался, и усиливался, и усиливался. И этот звук трубы, это был как голос Божий к своему народу. И интересно, да, о чем вообще говорит труба или трубный звук? Он говорит о передаче какой-то информации, да. Ну, то есть в то время информация передавалась, ну, именно вот таким способом. То есть, да, ну, к примеру, да, то есть оно говорит, что нужно подготовиться к войне. То есть, да, когда там начиналась война, там, или нужно подготовиться. Помните историю в книге Суди, там, Гедеон, да, там, затрубили в трубы, и там они еще не успели побежать, так как те уже враги уже начали уже бояться, потому что Господь, Господь, Он был в этой войне, да. Завершение войны, как такое торжественное отрубление. Торжественная встреча или въезд царя, когда царь, да, там, заезжал, там, все трубили, там, это было, там, такое торжественное, или коронация царя, или воцарение нового царя. То есть, как бы, да, трубы, они о чем-то передавали какую-то важную информацию. И вот на горе Синай эта труба, она говорила о встрече Творца с творением, и также о передаче важной информации. И все мы знаем, какой информации. Это 10 заповедей, это слова жизни, которые приведут нас к самому важному, и дальше мы посмотрим. И первое упоминание о трубном звуке в Библии находится в книге «Исход» или «Шмот», это «Исход», 19 глава, это был первый. Может быть, вы более, чем я, исследовали, может быть, это вы нашли, и я, ну, не хочу, как бы, но я вроде как увидел, что это был первый звук Бога. Это «Исход», 19 глава, 17 стиха. «И вывел Маше народ из стана в встретении Богу. И стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи. И вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Маше говорил, и Бог отвечал ему голосом». И мы смотрим, что здесь написано, что Бог, Он не просто пришел в таком тихом веянии, в шопоте, написано «гора дымилась, громы, молнии». И написано «и трубный звук все сильнее и сильнее». И написано, что Маше говорил, и Бог отвечал ему голосом. И в этой главе говорится, что тогда, когда Бог даровал народу Тору, и этот день, это, ну, другой праздник, да, этот день отмечается как праздник Шавуот или День Пятидесятницы, но к этому празднику народ должен был подготовиться. Он не просто, знаете, проснулись, протерли глаза, там, все, что там под рукой одели, и пошли. Нет, народ должен был подготовиться. И об этом тоже говорил священный, потому что будет встреча с всемогущим Богом, с Творцом. И написано, что народ, он готовился, он омывался, он очищался, то есть, и он готовился к этому, к этой встрече, к этому звуку. Для того, чтобы получить слово, для того, чтобы получить, ну, Десятисловие, нужно было быть, знаете, подготовленному. И вот интересный момент, иногда мы хотим от Бога получить какое-то слово. И важный момент, да, то, что я думаю, что тоже нужно к этому быть готовым и подготовиться, потому что слово может быть разное, оно не всегда может быть вдохновленное слово, оно может быть слово, какое-то, не знаю, направление, ободрение, возможно, обличение. То есть, ну, опять же, слово Божие, оно всегда, оно это, ну, оно всегда обогащает, оно всегда дает направление и выход. Но к этому нужно быть подготовленным. И вот народ Божий, он готовился. И интересно, что там дальше говорится, что они боялись зайти на гору, да, то есть, был какой-то страх, но это не был Божий страх. Написано, что весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и увидел тот народ, отступил и стал вдали. И Маше говорит, не бойтесь, да, то есть, сказал Маше народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был перед лицом вашим, дабы вы не грешили. Вы знаете, и есть, есть Божий страх, а есть не Божий страх. Вот, и Божий страх, он не отделяет нас от Бога. Божий страх отделяет нас от тех ненужных вещей, которые не приближают нас к Богу и в Божие присутствие. И это очень важный момент. И тогда, конечно, они боялись, они просто, это был не Божий страх, и они боялись подойти к Богу, потому что это было для них, может быть, первый раз. Вот, и как мы говорили, что труба или трубный звук передавал определенную информацию, то есть, это или торжественная была информация, да, там, победа, там, коронация царя, или воцарение нового царя, там, или въезд царя, да, или военная. То есть, нужно подготовиться было к войне, нужно, знаете, уже все как бы собрать, и уже просто быть готовым, потому что вот уже, уже несколько там секунд, и начнется бой. И то, и другое, оно говорит нам о том, чтобы мы были готовы. И готовы к торжеству, и готовы к нападению. Вот, очень важно. Книга-притч, 24 глава, 10 стих. Я пока попью водички. Тут написано, очень важно быть готовым. Если ты в день бедствия оказался слабым, то что? То бедна сила твоя. Вот, и мы немного как бы затронули, я немного затронул именно ветхозаветний звук трубы. Но я хотел бы больше поговорить именно о перспективе будущего, о новозаветнем звукотрубы. Когда мы читаем Писание, ну, Новый Завет, да, Брит Хадаша, то мы находим нечто связанное с этим праздником. Оно не закончилось там, когда-то там, да, там было, что-то было, и все. Оно имеет очень важное продолжение. И он очень важен для каждого из нас. И я сейчас буду читать несколько из Писаний. Может быть, поначалу покажется, что я не о том говорю, но я вот что-то интересное увидел. И как я увидел, да, то, что первый, как бы, похожий звук трубы, он был в крещении Ишоа. Давайте мы зачитаем Луки, 3 глава, 22 стих. Это Лука, 3 глава, 22 стих, когда Ишоа принимал крещение. И Дух Святой не шел на Него в телесном виде, как голубь, и был глаз с неба глаголющий. Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение. И знаете, многие исследователи утверждают, что это не был просто мягкий шепот. Такое, знаете, Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение. И такое, знаете, убаюкивание, такие все, знаете, как, может быть, некоторые здесь, некоторые так тоже поддремливают чуть-чуть. То есть, знаете, так все хорошо, такая атмосфера приятная, знаете, такое вот, такое небо сошло. Знаете, вот такая вот, есть вот, когда ты включаешь музыку, вот такое, знаете, такое вот поклонение, такое, так прям хочется, знаете, просто вот уйти. Но вы знаете, там был голос с неба, и многие исследователи говорят, что это не был простой голос. И это далеко не был шепот. Это был голос, сопровождавшийся громом и сильным звуком, похожим на трубу. И он что-то говорит, да? Он говорит нам, этим самым Господь показывает, что и напоминает, что что произошло на горе Синай, когда Господь даровал, ну, Тору. И там написано, что-то не было очень такой тихий, мягкий, убаюкивающий звук. Вот. Но и такой же похожий, может быть, не так, может быть, ярко там, масштабно, был и здесь. Потому что, так как Бог дал Тору на горе Синай, а Ишуа кем является? Живой Торой. И этим самым Господь просто напомнил, что когда-то, тогда Он даровал Тору при громе, молнии, при звуке, так же самое, вот теперь Он показал, вот теперь вот и живая Тора. Это мой Сын возлюбленный. Потому что Он является живым Словом. Интересно, следующее местописание тоже о многом говорит. Это встреча Савла с Ишуа. Помните, когда Он уверенный в себе, с полномочиями, скакал со всеми Его помощниками в город Дамаск, если я не ошибаюсь, остановить каких-то там безумных верующих и так далее. И вот, это Деяние 9 глава, я почему читаю эти моменты? Я просто хочу, чтобы мы потом, вот в конце мы потом увидим очень важную вещь. Деяние 9 глава с 3 стиха. Когда же Он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял Его свет с неба. Он упал на землю, знаете, но это не был тоже такой, знаете, такой раз, такой яркий свет, прямо такой, знаете, убаюкивающий. Настолько был свет, что Он упал просто. Я просто, когда читаю эти истории, знаете, я вот вообще люблю воображать. Ну, как бы, может быть, я, ну, как бы, чересчур это воображаю, но мне нравится, знаете. Но я думаю, что оно похоже, оно было так. То есть я не, как бы, не умоляю те истории, которые такие тихие, спокойные, такие, знаете. Знаете, я знаю, что когда Ишуа был на земле, это была бурная жизнь. Это не была спокойная жизнь. Это не была такая, знаете, умеренная, спокойная, как вот описывают его на картинах. У него было такое лицо, знаете, не видно ни улыбки, ни сострадания. Какое-то такое, знаете, вот просто. Я думаю, что Он и радовался, Он и сопереживал, Он и плакал. Но это была бурная жизнь. И ученики просто дивились, Боже, вот это мы попали в такое, вот это классное время. Вот всем бы такое время походить с шоуа, как люди воскрешают из мертвых. Да, вот классно, там слепые прозревают. То есть, ну, там даже прикоснуться к Нему, знаете, ощутить эту, ну, всемогущий Бог, Он спустился на землю. Боже мой, я когда читаю, ну, во мне как бы все вот, ну, ух ты, классно. Я так это представляю. Ну, вы по-разному, может быть. И вот смотрите, Он упал на землю, не от мягкого шепота. И услышал голос, говорящий Ему, Саввл, Саввл, что ты гонишь меня? Он сказал, кто ты, Господи? Господь сказал, я, Ишуа, которого ты гонишь, трудно тебе идти против вражна. И Он в трепете и ужасе сказал, Господи, что повелишь мне делать? И Господь сказал ему, встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо было делать. Люди же, которые были вокруг Него, да, люди же, шедшие с Ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. И знаете, в другом переводе написано, что они потеряв довречий. Настолько это был сильный голос, и, возможно, он тоже был в сопровождении. Ну, то есть, это была очень яркая встреча. Знаете, ну, как бывает показывают в фильмах, там, да, Саввл едет на коне, да, или скачет, как правильно сказать, да, тут раз осеял свет, он раз упал, упал, там, ему сказал голос, он, да, Господи. Нет, я думаю, это было ярко, потому что в других переводах написано, что они потеряли довречий, потому что вроде все было хорошо, все было классно, они шли с идеей остановить безумных верующих. Возможно, там кто-то о чем-то мечтал, думал, и тут резко вот такое вот яркое событие. Это был шум, это был гром, это был яркий свет, это был голос, которого они, ну, не видели. То есть, это было проявление всемогущего Бога, и такое проявление, которое было на горе Синай. И написано, что они просто потеряли до речи. И это трубление, и эти все трубления можно назвать индивидуальные для учеников, для Саввла, для народа Израиля, на Синае, как, скажем так, то, что было. Но есть определенные трубления, которые связаны и важны для всех верующих, для каждого из нас. А для неверующих особо важны, потому что после этого наступает другой праздник. И эта труба, она говорит нам о самом важном и трепетном, и самом масштабном событии в истории человечества, которого еще не было. И, возможно, она будет еще масштабнее, чем было на горе Синай. И как вы думаете, о какой трубе я говорю? О последней трубе. А что будет? Какое будет событие, когда прозвучит последняя труба? Возможно, это не последняя труба, но это уже, знаете, предшественник последней трубе. Я говорю о втором предшествии нашего Господа Ишоа Мессии. И об этом говорит книга 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 16 стиха. «Потому что Сам Господь при возвещении и при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые Вишоа Мессии воскреснут прежде. Потом и мы, оставшиеся живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, в встретении Господу на воздухе. И так и всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга этими словами. Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Труба может лопнуть в любое время. И слава Богу, что кто-то рядом оказывается, который может позвонить и сказать, как дела у тебя? И ты говоришь, о Боже, помоги мне. И вы знаете, и это будет последняя труба, как Божий будильник, который будет говорить о том, чтобы мы подготовились к встрече, к самой важной встрече с нашим Господом Ишоа. Потому что через малое время, как я уже сказал, наступает другое пророческое событие. Это праздник Йом-Кипур. Судный день, день искупления или покрытия или прощения. Потому что Кипур это покрытие. Для кого-то судный день, а для кого-то день искупления и покрытия. И знаете, интересно, настолько для меня это еще больше, как бы вот, ну как бы ты вот читаешь места Писания, да, и как-то вот ты просто прочитываешь, думаешь, ну классно там, да, ну здорово. А иногда вот ты читаешь определенные места Писания, и тут оно как что-то вот в тебе, вау, такое вот, да, вот открылось. Думаю, вау. И интересно, что вам, я уже много раз читал, я знаю, что вы тоже много раз читали, и мы еще раз прочитаем это Местописание. И вы знаете, что верующие люди, они на суд не приходят. А вы можете себе представить, настолько это здорово? Об этом говорит Иоанна, 3 глава, 14 стиха. Просто это, ну, это настолько наимоверно, вот это в понимании, чтобы мы еще больше этого поняли. Потому что будет великий суд, написано, у белого престола, и будет каждый судить. Но верующий в Ишово Мессии, в Господа, он на суд не приходит. И мы потом узнаем, почему. Потому что он самый, наверное, крутой, что папа там с мамой, может быть, верующие родители там, или там, может быть, еще. А может быть, он родился в определенном месте, что он на суд не приходит, да, как-то несправедливо. Почему кто-то приходит, а кто-то не приходит на суд, да, вот как-то, ну. И интересно, вот Иоанна, 3 глава, 14 стиха. И как Маше вознес змею в пустыне, помните эту историю, да, в пустыне, когда народ отступал от Бога, грешил, и Бог говорит, хорошо, хорошо, да, там начали вылазить разные там змеючки, начали их кусать, люди начали умирать. И если бы это увидел Моисей, как бы, дай Боже, сейчас просто все поумирают. Вот, и Моисей вызвал Господу, и Господь сказал, сделай этот медный змей, как бы, да, его поставь, и кто будет смотреть, даже укушенный, он не умрет. И помните, да, там потом змеи кусали, люди уже не умирали, потому что, думаю, что вымерли бы, может, не все, но большая часть народа. И вот эту, как бы, историю, и это, смотрите, это разговор, я потом, это разговор и шоу с Никодимом. И он говорит, «И как Моше вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог сына своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через него. Верующий в него, что? Не судится». Вот это важный момент. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал в имя Единородного Сына Божия. И какая привилегия, что верующий, он уже на суд не ходит, потому что он уже перешел из смерти в жизнь, он уже как бы живет в Царстве Божьем, но еще ходя по этой земле. И для меня, думаю, Боже мой, будет великий суд у Белого Престола, это же судья сидит, а верующий не приходит на суд. Хорошо, кто-то скажет, хорошо, а если я хороший и добрый человек, как тогда? Но знаете, мы с людьми много раз общаемся, разговариваем, ездим, поездки миссионерские. И есть люди действительно очень хорошие, добрые люди, которые действительно делают хорошие дела. И когда ты эти вещи, потому что я эти все вещи, это моя одна из основных тем, когда я приезжаю в Херсон, я эту тему всегда говорю новым людям. Вот, и люди такие, хорошо, а если я хороший человек, добрый человек, я никому зла не сделал или не сделал, я вот всю жизнь делаю доб, доброй, ну это хорошо. Но знаете, Писание, оно говорит нам, что добрые дела, они не могут оправдать человека, к сожалению. Конечно, и человек немножко расстраивается. Он все равно остается грешным. Вот не могут добрые дела они оправдать. Добрые дела, это как накопительный процесс, но не как искупительный. И интересно, что в следующий праздник Йом-Кипур говорит о необходимости искупления. Какой бы ты ни был, ты человек хороший, но есть необходимость искупления. И также он связан с праздником Песах. И здесь ясно сказано, что неверующий в Господа, он уже осужден. И нет других вариантов, нету. Поэтому Ишуа, он посылал своих учеников и говорит, идите и проповедуйте Евангелие. Всем, и хорошим, и нехорошим, всем. Потому что люди должны примириться с Богом. И должны, то есть, просто пришел примиритель, пришел искупитель. Поэтому он посылал всех учеников, так же самое и у нас посылает, чтобы мы шли. И знаете, иногда бывает, какое-то время я как-то представлял как бы сам себе, думаю, слушай, ну реально, если человек, вот хороший человек, ну он так близко к Богу, ну что Господь, он не может его как бы, ну как-то вот, ну попасть на небеса. И где-то было такое, что вот как бы, помните, здесь там учение, да, о том, что как бы добрые дела, как бы они тебя потом, там, путь, гарантированный путь в вечную жизнь, там, да, то есть, ну, и так далее, и тому подобное. Но Писание, именно Писание, ну, оно говорит, что нет, это не так. Тогда смысл в приходе Мессии, ну, какой смысл тогда? И как получить спасение, да? Тот же разговор с Ишуа, только немножко выше. Помните, это третья глава с пятого стиха. Ишуа отвечал, истинно, истинно говорю тебе, кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Небесное. И здесь немножко другая тема, да, рождение свыше от воды и духа. Вода всегда символизирует Слово Божье. А Дух, здесь большие буквы, это Святой Дух. Если Дух Святой, Он, человека не родит свыше, Он не может быть рожден. Но Он рождает только через, написано, слышание Божьего Слова. Вот вы слышите Божье Слово? Это есть вода. Здесь или в другом месте, там или еще, это есть вода. И Дух Святой это Слово берет и начинает производить такую невидимую работу, как рождение свыше. Хорошо, а как же добрые дела? Что же мне делать? Я такой хороший человек. Вы знаете, о добрых делах тоже написано в Библии. Интересно, что о добрых делах тоже написано. Это книга Откровения. Ну, если, я говорю, к тем, кто все-таки позитивно смотрит на эти вещи и является добродетелем, и ничего ему не интересует, то книга Откровения тоже уделяет таким людям особое внимание. Это 20 глава с 11 стиха. И смотрите, здесь я тоже увидел очень важную, интересную вещь. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем от лица, которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были». Вот, смотрите, внимание, я просто хочу, и книги раскрыты были. И иная книга, это другая, раскрыта, которая есть книга жизни. «И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим, и смерть и ад подвержены в озеро Огненное». Это смерть вторая. «И кто не был записан в книгу жизни, тот был брошен в озеро Огненное». И здесь говорится о том, что если ты был плохой человек, или ты был добрый человек, то тогда ты все нормально. «И кто не был записан в эту книгу жизни, соответственно, был результат. И главным критерием, что определяет судьбу человека в будущем, главный критерий, это что? Быть записанными в книгу жизни. Это главный критерий. Есть и другие книги. Что это за книги? Помните, мы сейчас, что есть, были открыты книги, много книг там, да, не знаю, сколько там, не перечислили, но были. И была главная книга, книга жизни. И что это за другие книги? Эти книги, они представляют собой подробную запись всего, что человек думал, чувствовал, говорил и делал. Написано, что там же будет все записано. Даже любой человек, даже, скажем так, не церковленный, или не рожденный свыше, то есть, по-любому, все мы знаем, что наши дела будут записываться. Ну, я как бы слышу, да, но вы знаете, что все наши дела, они будут записываться. Или так, знаете, даже любое слово, любой помысел, и не важно он, хороший он, или, не, ну это, конечно, важно, но я не об этом хочу сказать. Я в контексте именно спасения говорю. Нам важно хорошо думать, думать о ближних хорошо, думать, знаете, как другие, а есть совсем другая сторона, знаете, крайность. Не важно, как я живу, не важно, что я думаю, есть греховная натура человека, знаете, и главное, что мой дух спасен, а плоть остается плотью. Знаете, это не нанитское учение, которое говорит, ты можешь делать все, что ты хочешь, все равно ты спасен. Но это не библейское учение. Это кто-то придумал, как есть николаитское учение, там, да, еще какое-то ветроучение. Много есть учений и ветроучений, но есть библейское учение, которое основано на основании Библии. И библейское учение, оно говорит о том, что и нам нужно держать то, что мы имеем, потому что кто-то может этот венец и, да, и забрать его. И написано, что лучше не познавши, чем познать, как бы, извините, что я такие страшные вещи, говорю, на Новый год, понимаете, вроде должен быть радостный, но я, Боже, думаю, ты молился, как бы, есть много традиционных вещей, очень классных, но я бы хотел больше, как бы, вот об этом поговорить. Вот, и я уже буду завершать свою страшную проповедь, поэтому все хорошо, мы потом прославим Господа, у меня будет у вас, у меня будет хорошее пожелание. Поэтому все, все как бы нормально, не переживайте. Я не отпущу вас с испугом, это не моя цель. Но, знаете, Слово Божие, оно многостороннее, правда? Оно, знаете, и как елей, и как меч. Ну, вот такое Слово Божие. Оно обрезает только лишнее, знаете, не порубить нас, а обрезать то, что нам не надо, а потом помазать елею. Поэтому, смотрите, и эта книга, она представляет, и важно нам думать, потому что человек, который реально рожден свыше, он, написано, что, помните, местописание о том, что человек, который рожден свыше, он не грешит. То есть, или он, как бы, ну, он перестает грешить, как бы, не то, что он не грешит, но он уже не может находиться в этом состоянии, как бы, греха. Его уже, ну, скажем так, измененная, как бы, да, данность человека, внутренняя, она уже не позволяет. Внешне оно остается, хотя, скажу тебе, и внешничек тоже меняется. Видно, он такой, знаете, порозовел, как-то такой выпрямился, да, ну, люди тоже, и Бог и стреляет, и физически тоже. Но внутренне он уже не может находиться в этом состоянии греха. Я скажу, я не могу находиться, ну, в компании разводителей. Ну, не могу. Даже вот иногда бывает, думаю, попробую, ну, не мое это место. Я не знаю, если вам там нравится, я думаю, это что-то не то. Ну, нужно с этим разбираться. Я не могу находиться с этими, там, матами, когда, ну, там, матеряться там. Ну, просто это не та среда, это не то. Мне классно находиться, ну, в общине, где мы общаемся, где прославляем Бога. Мне всегда хочется, знаете, я радуюсь, когда иду на служение, я горчаюсь, когда служение заканчиваю. Думаю, Боже, ну, так быстро все пролетело. Я только про себя, наверное, говорю, я думаю, про вас тоже, наверное, да. И думаешь, опять идти туда, к этим трубам, которые могут в какой-то момент, и может, не только трубы, может, подоконник там упасть или что-то. Боже, а тут так хорошо, тут так все красиво сверкает. Не хочу я уходить отсюда, а тут все так хорошо. Но нужно идти, нужно идти туда и, короче, в эту всю суету что-то исправлять, что-то делать. Ну, такова жизнь. И так, а что я хотел сказать сейчас, момент. И смотрите, и эти книги, интересно, они, скажу, я все-таки думаю на основании, как бы, ну, Божьего Слова, то, что Бог говорит, что будет что-то записано. Да, есть одна книга жизни, это самое главное и важное, где твое имя, и мое, и ваше. Если ваше имя не записано, у вас будет возможность сегодня после служения у Господа записать ваше имя. Но есть другие книги, и я думаю, что там, к любому, записывается все, что мы делали. Хорошее, не только плохое, потому что написано, что будут судимы и хорошие, и плохие. Да, не только плохие, но и хорошие, и плохие. О том, что мы думали, о том, что мы делали, о том, что мы говорили. О том, что мы, может быть, даже чувствовали, вот, на протяжении всей жизни. И Бог покажет, что это может быть и хорошо, что мы, ну, если, допустим, у тебя все было хорошо. Хорошие мысли. Вот, к примеру, да, в книге записано, вот, мы приходим на небеса, Господь открывает там книгу, и там только хорошее, там, молодец, там, перевел бабушку через дорогу, там, сдал экзамены на 12 баллов, там, накормил там нуждающегося, там то сделал, там, ну, много-много-много вещей таких хороших, и ты думаешь, вау, ну, классно. Вот, просто, ну, гарантированно, да, ну, то есть, небесно, правильно ли? Просто гарантированно. Все, все хорошее, знаете, все прямо, все хорошее. Я думаю, что Бог покажет, что это может быть и хорошо, хорошие дела и то, что вы делали, но Бог покажет то, что вы не были искуплены. Это хорошо, что есть хорошие дела, но Писание, оно говорит очень ясно, но Он покажет то, что вы не были искуплены. И это огромная привилегия быть искупленным, а искупленное, написано, на суд не приходит. Придут на суд те, которые будут судиться. Хорошее или плохое. Но Писание говорит, что верующие в Него, спасенные, они не приходят на суд. Почему? А что же судить, если ты искупленный уже человек? И не важно, не, ну, важно, конечно, но, знаете, все мы порой согрешаем, мы можем подумать плохо, мы можем что-то сказать, или, особенно, когда у меня это случилось, ситуация, Боже, у меня такие мысли в голове, я уже там, это, опознавательными, не, ну, и слава Богу, я не матерился. Ну, Боже мой, Господь, за что? Это, и не важно, какие ты делал, ну, я говорю, в контексте спасения, потому что мы все, бывает, согрешаем, хорошие дела или плохие дела, важно, что ты искуплен через жертву Ишуа Мессии. И вы знаете, интересно, что в этот праздник, да, все евреи, они желают друг другу, чтобы имена их были записаны в книге жизни, да, чтобы их имена были удостоены быть записаны, ну, в книге жизни, именно в этот праздник. Но вы знаете, мы можем многое желать, там, когда люди, там, не знаю, уходят в вечность, и многие же желают, там, царство тебе небесное, но если человек, он не примирился с Богом, желай хоть сто раз. То есть Писание говорит, что когда день спасения? Завтра или, наверное, третьего дня, да? Слово ныне, это сейчас и сегодня. Знаете, встречался с одним человеком, давно он говорит, а зачем мне всю жизнь стоять в очереди, ну, в очереди в рай? Ну, то есть, вот придет мой момент, я быстренько, Господи, прости, помилуй, каюсь, каюсь, отрекаюсь, и там Духово наполняю, все, и Господь меня просит, зачем мне всю жизнь стоять в этой очереди, да? Если я могу делать хорошие дела, ой, ну, как бы, хорошие, если я могу просто жить, как я хочу, делать то, что я хочу, думать, как я хочу, как бы особо не напрягаться, то есть, ну, именно использовать эту жизнь по максимуму, ну, жизнь-то дается один раз, я не верю, там, в инкарнацию, там, вот, и один раз, иногда прожить ее хорошо, вот когда уже придет моя очередь, тогда я раз, там, Господи, прости, я думаю, глупый ты человек, на самом деле, помните, эта история, когда один тоже, говорит, подумал такие, такие хорошие, хорошие он подумал дела, да, там, построю себе ангары, накоплю богатством, там, всяких, там, фруктов, там, на черный день, там, пособираю, там, и когда будет тяжело, я буду просто, и что Господь сказал этому человеку? Говорит, ты же не знаешь, я могу прийти, ты даже не успеешь гвоздь взять в руку, чтобы что-то делать, то я приду и заберу твою душу. Какие-то ангары с фруктами и так далее, то есть, ну, Господь может прийти, и думать, ну, Боже, нам нельзя именно в сфере спасения, мы можем многие вещи, мы можем свадьбу отложить, мы можем что-то еще отложить, ну, ну, но это нельзя отлаживать, спасение ни в коем случае нельзя, потому что мы не знаем, что будет даже через минуту, через секунду, мы не знаем. Знаете, 28 лет в Господе, я видел, как ты с человеком общаешься, а тут раз узнаешь, что он уже умер, и вроде ничего не предшествовало, но думаю, почему? Я такой, Боже, ну, надо было мне сказать Евангелие этому человеку, ну, как я не подумал, как я, Бог посылал этих людей, Бог давал эти встречи, думаю, ну, почему? Думаешь, да, ладно, потом, вот, да, да, потом, да, через время, а потом смотришь, узнаешь информацию, что человек умер, просто вот так вот, жил ему. есть вещи в сфере спасения, мы не должны отлаживать, потому что труба, она прозвучит, хотим мы или не хотим, она прозвучит. И звучат ли сегодня трубы в нашу жизнь? Конечно, звучат. Они звучат через различные обстоятельства, которые нас окружают. То, что мы видим, то, что мы слышим, и как на горе Синая этот трубный звук, он все больше и больше увеличивался, если вы заметили, что с каждым годом он также увеличивается разными эпидемиями, войнами, и сейчас наша страна им на этого коснулась. И вы знаете, знаете, вот опять же, я хочу, я люблю всегда ободрять людей, но это в моем каком-то, но знаете, есть, ну, есть Писание, и всегда люди надеются, что будет лучше, с каждым годом будет лучше. Не, оно в какой-то степени что-то и станет лучше, но это не в глобальном плане. Я думаю, что с каждым годом эти трубы, они будут все больше и больше, как на горе Синай. Потому что Бог, Он хочет передать нам очень важную информацию, как верующим, и так неверующим. Для верующих людей это ободриться, это обновиться, это, возможно, в чем-то покаяться, это открыть глаза и подготовиться к встрече. А для неверующих людей это слово «ныне», день спасения. Это сейчас, это не завтра. И Господь по Своей милости еще дает время проснуть, знаете, труба, это еще не суд. Вот интересно, это еще, знаете, вот этот, ну, праздник, да, Йом Труа, это подготовка к тому, что будет звучать труба. И это еще говорится о каком-то небольшом времени, когда она зазвучит. И это говорится о милости Божией, что Бог все-таки дает это еще время, да, дает это время, еще двери открытые. То есть это еще не суд, это еще не, не сам звук трубы и пришествие Господа. Думаешь, Боже мой, что делать, что-то, что все пропало, что, Боже, прости. То есть, ну, это еще время к тому времени, когда труба, она прозвучит, чтобы мы подготовились к встрече с Господом. И вы знаете, это говорится о Его милости, о характере. Помните ту историю с этим деревом, которое не приносило плоды? Помните, да, то есть, ну, оно не приносило плоды, там, по-моему, о дереве говорится, да, о смоковнице, да. И потом этот говорит, а давай мы ее там струбим, эту смоковницу. А Господь говорит, нет, давай мы дадим еще время. Мы, по-моему, в прошлый раз вы об этом говорили, да, мы обложим ее этим там удобрением, удобрением, потому что современный навоз это же удобрение там, да, там всякое это. Да, но тогда это был обычный просто навоз, как бы, кстати, он тоже действует сейчас в наше время. Поэтому, если у вас есть животные, то очень хорошо, вы можете их водить вокруг деревьев, в кустов. Это я так, чтобы чуть-чуть развеселить вас. И он говорит о том, что давай мы дадим еще время. Мы удобрим, то есть еще пока труба не зазвучала, давай мы удобрим, да, там, но если тогда оно не даст плод. Ну, ну, все уже, Бог уже все сделал для спасения людей. Ной, он 120 лет стучал топором и кричал, кричал, что будет потоп, люди, одумайтесь. Он не пришел там прям так, ну, знаете, Бог пришел к нему и сказал, Ной, никому не говори, значит, завтра будет потоп, быстренько это вот, чтобы никому не... Он 120 лет, над ним смеялись, крутили у виска, ты что, на старости лет с ума сошел? Ну, бывает с людьми, то есть, это написано, что старея к мали, да, то есть, но уже, вот, а он серьезно, что будет потоп. И когда людям на протяжении всей истории говорит, что будет второе пришествие, придет Мессия, эта труба зазвучит, но пока это время, праздник, подготовка к этой трубе, но когда она зазвучит, будет поздно, знаете, меня подняли в пол шестого с постели и говорят, все, затопило уже, уже все, надо было раньше сидеть с ключами там и уже знать, где что, ну, это внезапно, все затопило, но слава Богу, по милости Божьей, все обошлось, что я не затопил там ни соседей, хотя затопил там чуть-чуть. Знаете, это время, Йом Труа, это подготовка к этой трубе, потому что она зазвучит, и она уже звучит, может быть, не так сильно, но с каждым годом она будет звучать все сильнее и сильнее, и определенные ситуации, которые мы видим, это и есть звук трубы Бога, ну, к нам. И в свете Писания, я буду уже немножко заряжать, интересно, в свете Писания этот праздник будет возвещать очень важные события, это приближение Господа, то, что мы говорили, первое фессалоникийцам. Также в этот праздник будет огромное сошествие Святого Духа, это будет масштабное сошествие, это пророчествует Иоиль, вторая глава, я хочу это читать, и будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будет пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения, и также на рабов и на рабынь в те дни, какие дни, вот эти дни, которые перед, да, трубой, и залью от Духа Моего, и покажу знамение на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма, солнце превратится во тьму, и луна в кровь, это перед приходом Ишуа, и огонь из толпы дыма, и наступит день Господень, великий и страшный, и будет, что всяк, кто призовет имя Господне, что? Спасется. Всякий, кто призовет имя Господне, это время, как раз перед трубой, перед пришествием, будет огромное, масштабное, просто я не могу это описать словами, не только будет грандиозно, будет сильное сошествие Святого Духа, это громы, молнии, так как написано в Писании, так оно и будет, это Слово Божие. Написано, что этот день наступит великий и страшный, и всякий, кто призовет имя Господне, не по добрым делам, тут не указано добрые дела, кто призовет имя Господне, спасется, и неважно, делал ты злые, добрые, был ты алкоголиком, наркоманом, или еще кем-то, если ты призовешь имя Господне, тогда ты спасешься, и ты на суд не пойдешь, об этом говорит Божье Слово. Дальше, воскрешение одних для жизни, других на вечное поругание, это тоже описывает Даниил, я не буду все зачитывать, потому что время мало, есть такое понятие, как восхищение верующих, тут написано Матфея, 24-29 стих, и вдруг после скорби дней, тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды с неба спадут, и силы небесные поколеблются, тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великую, и пошлет ангелов своих, с трубою, громогласную, и соберут избранных Его от четырех ветров земли, от края небес, до края их, еще одно важное событие, это собирание еврейского народа в Иерусалиме для поклонения Господу, это Исаия 27,13, тут говорится, и будет в тот день, в какой день, перед предшествием Ишуа, вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в Ассирийской земле, и изгнанные в землю египетскую, и поклонятся Господу на горе Святой в Иерусалиме. И последний важный элемент, это для всех верующих, для тебя и меня, чтобы нас ободрить, и чтобы мы не заснули. Вот что означает этот праздник. И это написано в Псалом 88,16. И тут такие слова, «Блажен народ, знающий трубный зов, они ходят во свете лица Твоего, Господи». «Блажен народ, мы с вами, которые знают, и которые готовятся к трубному зову, потому что Господь, Он грядет». И вот такое ожидание грандиозных событий в этот праздник Йом Труа, праздник труб. И если кто-то здесь находится впервые, если вы никогда не принимали Ишуа своим Господом и Спасителем, если вы не хотите, чтобы или хотите, чтобы ваше имя не только было записано в иных книгах, но и в книге жизни, сейчас эта труба, она звучит. Если вы не хотите остаться в стороне всех этих событий, и действительно остаться в стороне, то потому что труба, она звучит. И она звучит всегда. Может быть, мы ее не замечаем. Писание говорит такие слова, что Бог, Он говорит всегда. Но чтобы из-за того, что сердце ожесточенное, мы не слышим Его голос, но Бог, Он всегда говорит. И Его труба, она всегда звучит. Поэтому сейчас эта труба звучит. Если действительно вы не хотите идти на суд, а быть оправданным, вы можете выйти сюда вперед. И служители нашей общины, они помолятся за вас молитвой, примирения с Богом. И это будет действительно праздник. И праздник и для нас всех, и праздник и для вас всех. И действительно у вас наступит, как говорится, Рожь Хошана, Новый Год. Это год с чистого листа. Это год с чистой страницы. Откроется новая страница. Потому что древняя уже будет позади, древняя пройдет. И откроется новая страница, где Бог, Он будет вашим Богом, а вы будете Его законным, законным сыном, законной дочерью, законным ребенком. и Он уже будет вести вас по этой жизни. И Он будет готовить вас к этой трубе. Написано, блажен народ, и вы будете знать этот звук трубы, потому что Бог будет помогать вам пробуждать, даже когда вы уснете. Написано, что все уснут, даже которые наполнены маслом, тоже уснут. Только все уснут, но пробудется, Господь пробудет, потому что Бог поможет тебе на протяжении этого времени это масло накапливать, эту веру накапливать. И когда прозвучит этот звук, что жених идет, Дух Святой просто вас разбудит и скажет вставай, пришло время встречи с Господом. Давайте мы встанем. И если вы никогда, еще раз повторю, никогда не признавали Господа Спасителем, или вы сомневаетесь в том, что вы рождены свыше. Даже если вы знаете, знаете, есть интеллектуальная вера, вы много можете знать, но знаете, Писание разрушает эту интеллектуальную веру, это разговор Ишуа с Никодимом. Никодим это был учитель Израиля, это тот, кто знал Слово Божие. И как не он мог быть не спасен, но Ишуа разговаривал с ним, говорит, кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царство Божие. И Никодим не понимал, как это я могу родиться с вы, как это я могу заново родиться, опять стать маленьким, мы не можем откатить время назад, но Ишуа говорил о другом рождении, о рождении нашего Духа, о рождении нашего самого, кто мы есть, нашего Духа. если вы не говорили эту молитву, если есть здесь новые люди, которых пригласили сегодня, если, может быть, вы уже не первый раз, но вы сомневаетесь, потому что верующий человек, написано, что Дух Святой говорит, а во отче, я не сомневаюсь в своем спасении, и те, кто спасен, в котором живет Дух Святой, он взывает, говорит о том, что мы его дети, мы спасены, если вы сомневаетесь в своем спасении, вы тоже можете выйти вперед, и наши служители, они помолятся за вас, и придут в этой молитве примирения с Богом, и пусть Господь вас благословит, вы можете выходить, и мы будем петь, поклоняться нашему Господу. Господь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь 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 Любящий, милующий, долготерпеливый, прощающий, дающий шанс. Боже, святый, мы стоим здесь, на этом месте, и мы безверно благодарим Тебя за дар вечной жизни. Мы безверно благодарим Тебя, что пришел тот день, и эта труба, она загремела, и мы пришли к Тебе. Пришел тот день, когда Ты сказал в Своем Слове, я жду Тебя, приди ко Мне. Приди ко Мне, потому что Я приготовил для Тебя вечную жизнь. Я приготовил для Тебя мир, радость и Своё присутствие. Я приготовил для Тебя то, что не видел Твой глаз, не слышало Твое ухо, о том, что даже не приходило на ум, и Ты не мог представить себе, что Я приготовил. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе, Боже, за людей, которые сейчас вышли. Я не знаю, может быть, не все вышли, но Ты знаешь, Господь, я знаю, что этот трубный зов, Он зовет. Ты сказал ныне, ныне, это сейчас, день покаяния, день примирения, день, когда Ты можешь прийти и изменить все мои жизни, день, когда я получу этот дар в вечной жизни. Боже, и я на суд не приду, Боже, я буду полагаться на Тебя, надеяться на Тебя, доверять Тебе. Да, даже если будет сложно и трудно, и я, может быть, не справлюсь или не буду готовым к какими-то ситуациями, но я вновь могу прийти к Тебе, потому что я знаю, что Ты рядом со мной. Потому что пришел этот день, когда Ты назвал меня Своим сыном, назвал своей дочерью и назвал, что Ты наш Отец. Мы благодарны Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за это время, за время, Боже, Твоей милости, за то, что есть это время благодати. И эти двери, они открыты, открыты, когда каждый может прийти и получить этот дар спасения, обратиться к Тебе. Я благодарю Тебя. Это и есть это время благодати, когда эти двери, они открыты. Но придет это время, когда Ной закрыл ковчег, и тогда было поздно. Господь, я молю Тебя, дай нам всем, кто здесь и кто, Боже, вокруг нас, чтобы этот звук поздно, он не был, Господь. Чтобы у всех было время, Боже, к Тебе обратиться. Дай нам услышать Твой голос. Дай нам услышать этот звук трубы, трубы, которая возвещает о том, что будет еще одна труба, потому что есть разные звуки. И дай нам, Боже, этот звук услышать. Молю Тебя во имя и шума. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Что Ты даешь еще шанс. Что Ты говоришь, что я еще, еще дам время. Не надо струбовать, я дам еще время. Боже, дай нам этим временем воспользоваться. Дай нам воспользоваться этим временем, Господь. И как те мудрые девы, которые накапливали это масло на протяжении всего этого времени. Через молитвы, через Слово Божье, через общение, через служение, через возрастание в вере. Через моление, Господь. Дай, чтобы это масло накапливалось. И даже когда мы, может быть, задремаем. Но Ты сказал, что Ты пробудешь нас. Боже Святый, спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Благослови всех нас, Боже, во имя и шума Мессии. Благослови, чтобы этот Новый год, чтобы это была новая страница. Для тех, кто покаялся, это была страница новой жизни. Чтобы для тех, кто знает Тебя, но у нас у каждого есть какие-то проблемы, ситуации нерешенные, чтобы пришли эти решения, Господь. Чтобы в этом Новом году то, о чем мы просим, то, что мы ждем, чего мы ожидаем, чтобы пришел ответ от Тебя, Господь, и решение всей ситуации. Я прошу, чтобы у всех нас пришло то новое время Твоих чудес. Мы верим Твои чудеса, Господь, и мы знаем, что они не просто были, они будут. они есть, и они будут. И дай нам быть участниками Твоих чудес. Мы хотим больше видеть Твои чудеса. Боже, как Ты приходил и общался со своим народом. Боже, и первое общение было грандиозно на горе Синай, когда Ты пришел в громе, в гласе. Боже, Ты говорил слово жизни. Боже, и так же оно продолжалось дальше, Господь. И, Боже, когда ученики, они так же видели, видели эти громы, когда Ты говорил, Господь. И сейчас продолжай нам говорить. Боже, в силе, в славе Твоей, Боже. Боже, мы хотим видеть Твои чудеса. Твои имя и шоу. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Халліюią. Жила Ла Сайя. Господь, Тебе тримає, своїм снідло засяє на дорогу Твою милістью все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Будьте благословенны!